Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши переспонденты в студии Натальи Белышева. Две перестрелки в один день. Кто и зачем устроил смертельные разборки в столице? Для кого граната в Харькове взорвали женщину с ребенком? Кто был мишенью на самом деле? Портовое дело. НАБУ провело одновременные обыски в двух областях и в Киеве. К кому пришли? Смартфон мой, враг мой. Как американские солдаты сами выдали свои базы по всему миру. Перестрелка в центре Киева. Отношения выясняли две охранные фирмы. Они не могли мирно решить, кому будет принадлежать помещение с лотерейными автоматами. Есть погибшие и раненые. На месте события работала наша съемочная группа, поэтому все подробности в материале. Такой себе привет из 90-х. В Киеве средь бела дня две группы мужчин затеяли разборки с применением огнестрельного оружия. В результате двое раненых, один убитый. Столкновение произошло в зале так называемых лотерейных автоматов. Все пострадавшие участники инцидента. Медики утверждают, стреляли из травматического оружия, но резиновая пуля попала между ребер и пробила сердце. Полицейские говорят, из-за этой невзрачной постройки разборки идут давно. На помещение претендуют два владельца. По версии правоохранителей, стрельба произошла между сотрудниками частных охранных фирм, которых наняли обе стороны конфликта. Решение судей первой инстанции отдают право властности двум различным особам. Была тут одна приватная, структура охраны приехала, и другая. Отбывался конфликт, полицию не вызывали, аж пока не стало стрелянина и не загинал человек. Погибшему было 35 лет. Еще двое мужчин сейчас в больнице. У одного простреляна ладонь, у другого травмировано лицо. Михаил продавец из соседней лавки мобильных телефонов. Говорит, услышал выстрелы, а когда выбежал на улицу, увидел, как трое мужчин сели в легковушку и скрылись. Полиция уже задержала убийцу. Им оказался ранее судимый сотрудник частной охранной фирмы. И почти в это же время выстрелы прозвучали у столичного Соломенского райсуда. Ситуация аналогичная. Две группы людей и огонь из травмата. Ранен один человек. В СМИ утверждают, это разборки из-за нелегальной деятельности одной транспортной компании. Личность стрелка устанавливается, его пока разыскивают. Игорь Левенок, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. ЧП произошло сегодня и в Харькове. Утром там прогремел взрыв. Пакет с гранатой неизвестной оставили у входа в супермаркет. В результате пострадали женщина и двухлетний ребенок. Все детали знают мои коллеги. В начале прогремел взрыв, а потом повалил черный дым. Его заметили полицейские, которые проезжали неподалеку. Грохот услышали и жильцы соседних домов, и продавец овощного киоска. Ну хлопок, взрыв. Ну хороший, да, приличный. Да я после хлопка, я думала, что у меня что-то случилось. Я по киоску металась. В клубах дыма на ступеньках аптеки патрульные увидели женщину с ребенком на руках. Она рассказала, что работает здесь уборщицей. А взрыв прогремел после того, как она открыла пакет, лежащий перед входом. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше. Подошла к этому пакету. Он был тяжелый, с ее слов. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее с рук, после чего произошел взрыв. Их женщину, и двухлетнего внука с травмами отправили в больницу. Ей произведена первичная хирургическая обработка. Палец не ампутировали. На ноге есть небольшие точечные ранения. У ребенка ушибленная рана надбровной дуги справа. И было извлечено оттуда инородное тело. По предварительным данным, в пакете была граната. Мы нашли некоторые части, и эксперты считают, что это, возможно, ручная граната направленного действия. Около гранаты находился еще большой подшипник. То есть мы понимаем, что, скорее всего, взрыв был рассчитан на то, чтобы были гораздо большие повреждения. Версию терактов полиции не подтверждают. Уголовное производство открыто по статье «Хулиганство». Говорят, на предыдущем месте работы у собственника аптеки был конфликт. Андрей Кровец, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интер» Харьков. Глава госаудит службы остается в своем кресле. Такое решение принял Соломинский райсуд столицы. Там рассматривали ходатайство прокуроров по делу Лидии Гавриловой. Сторона обвинения наставила, что чиновницу нужно отстранить от должности, чтобы она не оказывала давление на суд, пользуясь своим служебным положением. Но, несмотря на серьезные обвинения, ходатайство это отклонили. Напомню, главу госаудита подозревают в незаконном обогащении на сумму 10 миллионов гривен. Я на сегодня дейсно задоволена тем, что я могу продолжать выполнять свои задачи, свою работу. Я считаю, что это мое личное видение, что все-таки это я тиском. Я неодноразово это комментировала и сказала про то, что действительно справа, которая порушена с сечня прошлого года и продолжала целый год. И имеет она где-то выбирковый характер. Результаты борьбы с коррупцией в Украине сегодня обсуждали в Брюсселе. Генпрокурор Юрий Луценко встретился с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом. Обсуждали не планы, не намерения, а результаты работы ГПУ. Луценко отметил, что после реформы ведомства за прошлый год в судах удалось добиться вынесения более 1600 приговоров по коррупционным делам. А также вернуть в госбюджет полтора миллиарда долларов, украденных беглым президентом и его окружением. По словам Луценко, еврокомиссар отметил позитивные результаты в работе ГПУ и пообещал укреплять дальнейшее сотрудничество. Детективы НАБУ сегодня нагрянули с обысками на одно из госпредприятий. Об этом сообщил глава антикоррупционного бюро Артем Сытник. По его словам, в Одессу выехали сразу несколько десятков его сотрудников. Чуть позже стало известно, что обыски проходили в администрации морских портов Украины. Следственные действия проводились в подразделениях этого госпредприятия в Одесской, Николаевской областях и в столице. По данным СМИ, задержан бывший директор администрации Андрей Амелин, которого в 2016 году уже отпускали под залог. В НАБУ сообщили, что расследуют действия чиновников за 2015 и 2016 годы. Тогда они провели тендер на дно углубительной работы в портах Мариуполе и Бердянска. И вот детективы подозревают, что администрация морпортов нанесла убытки госбюджету, завысив стоимость этих работ. Речь идет о сотнях миллионах гривен. Мы побывали в офисе администрации в Одессе, но информацию об обысках там не подтвердили. Понятия не имеем, ничего не видели и не знали. Это какая-то у вас неправильная информация. В военном институте телекоммуникации присвоено имя героев Крут. Такое решение Петр Порошенко принял к сотой годовщине исторических событий под Крутами. Президент отметил, что за годы независимости в институте подготовлено более 5000 высококлассных специалистов для ВСУ и силовых структур. Подеи в Крутах вперше явили жахливую правду про коммунизм и социализм. Это докер нашим демократам, разъединением непоступливым, ослепим по партийных хуторах и хуторцах. Это пересторога тем, кто ныне в притул не видит загрозы реваншу. Заступил в караул и не вернулся. В Харькове погиб курсант Университета воздушных войск. Руководство учебного заведения заявляет, что это было самоубийство, но родные уверены, что парня убили. Детали этого загадочного дела выясняли мои коллеги. Тело третьекурсника Дмитрия Зобнина нашли накануне вечером в караульном помещении. Рядом лежал автомат Калашникова, с которым курсант должен был заступить на дежурство. В университете уже назвали это самоубийством. Говорят, конфликтов никаких не было. Три дня назад вернулся из отпуска. По словам преподавателя, парень лишь жаловался, что ему трудно учиться. Скажелся на то, что программа складна. По навчению тяжело учиться, но в принципе он способен с ней впораться. У него добрые оценки. Отец Дмитрия в версию самоубийства не верит. Это называется убийство. Просто мой ребенок что-то увидел. Не то, что он должен был видеть. Как он рассказывал, у них за последнее время очень поднялась продажа наркотиков по Хубсу. Увеличилось число наркоманов. Сергей Зобнин рассказывает, что сын был очень целеустремленным и покончить с собой не мог. Отец попросил сделать экспертизу и проверить, нет ли на одежде курсантов, которые заступили с Дмитрием, в наряд. Следов пороха. Я своего ребенка знаю. Ребенок, если утром встает, делает зарядку, принимает ванну с песней. И вечером он стреляет сам в себя. Это просто нереально. Дело расследует военная прокуратура совместно с полицией. И пока выводы не спешат делать. Ждут результаты в экспертиз. На данный момент тело висковослужбовца направлено до Харьковского бюро СМЭ для проведения соответственной экспертизы. Версии проверяются разные. Ну и по-дальшему будет подальше вырешена квалификация. Родственники Дмитрия ждать не собираются и проводят собственное расследование. Геннадий Бивденко, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков. Без обострений, но до тишины далеко. На передовой боевики снова нарушили перемирие. Противник открыл огонь в районе Каменки. Кроме этого враг активно минирует серую зону. А вот с нашей стороны работают военные инженеры. С помощью специальных зарядов они за несколько часов могут обустроить место для укрытия. С одним из таких отрядов на передовых позициях сегодня работал Руслан Смещук. Разрушенный снарядами поселок Зайцево. Рядом оккупированная Горловка. Стреляют тут постоянно. Противник каждой ночи действует обстрелы наших позиций. Працует в них снайпер, працует в них стрелецкая оружие весь час. На что мы им даем постоянно адекватную ответственность? Погода затрудняет. В термин не вкладываемся по работам. В таких случаях на помощь пехоте приходят военные инженеры, саперы. Минуты относительно вас отличия. Иногда под огнем украинские военные продолжают укреплять свои позиции. Вот сейчас мы вместе с целой бригадой военных инженеров, военных саперов выдвигаемся на передовую для того, чтобы отснять, как именно это происходит. На военном грузовике подъезжаем как можно ближе к нулевым позициям. И вот окопные мины готовы. Дальше уже на своих двоих, на позиции, по которым постоянно стреляют. На первой позиции пехотинцы просят саперов сделать им углубление под новый блиндаж. Лопаты и кирки, замороженную землю, просто не берут. А технику сюда не загнать. Тут даже просто ходить опасно. Саперы выставляют заряды и активируют взрыватели. От позиции к позиции теперь у пехотинцев новое укрепление. Конечно, еще придется обустроить блиндаши изнутри. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Украина продолжает переговоры с мировыми производителями оружия. Сегодня премьер Владимир Гройсман встретился с руководством канадской оружейной компании. Напомню, не так давно Канада внесла Украину в список стран, которым может поставляться оружие. «Колд Канада Корпорейшн» признанный в мире производитель стрелкового вооружения, которое используют военные и полицейские не только Канады, а также Великобритании и стран Евросоюза. По словам Гройсмана, подобные встречи укрепляют стратегическое партнерство и сотрудничество между Киевом и Оттавой. «Для Украины Канада есть особенным партнером, и поэтому я с удовольствием отгукнулся на пропозицию сегодня встретиться. В мире знана компания «Кольт», и мы будем рады співпрацовать с вами. Нещодавно я отмечал Канаду, поэтому мы открыты до співпрации, и я рады, возможно, сегодня принимать вас в будинку уряду». Шпионы по неволе. В США скандал. Невинное фитнес-приложение выдало расположение секретных американских баз по всему миру, и не только. Дмитрий Анопченко, о том, как это произошло, и какую информацию о себе мы разглашаем, ни о чём не подозревая. Каждое утро, традиционно, отправляясь на пробежку, или вот как я сейчас, поездку на велосипеде, миллионы людей, не задумываясь, надевают на запястье фитнес-трекер или активируют мобильное приложение. Удобно ведь приложение, и время тренировки для тебя посчитает, и среднюю скорость рассчитать может, и твой маршрут, используя GPS и спутники, рассчитает и сохранит. Эта функция и выдала в итоге военные секреты. Один из популярных сервисов, он собирает данные с мобильных телефонов и фитнес-трекеров, взял, да и выложил на всеобщее обозрение карту передвижений миллионов своих пользователей по всему миру. На ней любому видны места активности, в том числе и в зонах боевых действий, к примеру, в Сирии и Ираке. Оказалось, приложение считывало данные не только во время тренировок, а круглые сутки. Вот на карте и стали видны, они цветными линиями выделены, американская авиабаза в Сирии, построенная для борьбы с ИГИЛ, а вот зоны патрулирования и точное расположение постов вокруг иракского Масула. Гугл-карты военные объекты в принципе не показывают. По договоренности с Пентагоном и европейскими силовиками все эти данные стерты, а на спутниковых снимках заменены фальшивыми картинками пустыни или равнины. Но вот сейчас вышло так, что военнослужащие сами из-за любви к спорту и современным гаджетам выдали расположение своих подразделений. Проблема серьезная. Американское военное ведомство уже сообщило, проводит проверку и намерено усилить безопасность своих подразделений и в стране, и за рубежом. Как именно, пока не говорят, но возможно, в принципе, запретят фитнес-трекеры в армии. А для каждого из нас эта история – повод задуматься, как легко мы делимся информацией о себе, сами того не замечая. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. 11 афганских военных погибли во время атаки на военную академию в Кабуле. 15 были ранены. Полиция успела ликвидировать четверых боевиков, еще одного задержала. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Это уже третий теракт в Кабуле за последние несколько дней. 21 января боевики напали на отель «Интерконтиненталь». Тогда погибли 40 человек, среди них семеро украинцев. Два дня назад в результате взрыва в центре Кабула погибли 95 человек. За оба теракта взяла на себя ответственность исламское радикальное движение «Талибан». Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Закроем дело недорого. Во Львове задержали полицейских за систематические взятки. Накажут ли? Протесты с аншлагом. Трамп наконец-то решился на визит в Британию. Какую встречу готовят американскому президенту? Застряли на старте. Создание коалиции в Германии буксует после первых же переговоров. На чем споткнулись? Право на свободу. Human Rights Watch снова критикует бездействие украинских властей в 2017 году. В докладе правозащитной организации говорится, что в нашей стране не обеспечивается соблюдение прав человека. Речь идет в частности о востоке страны, где за весь период военных действий никого не привлекли к ответственности за пытки и незаконное содержание под стражей. Human Rights Watch также критикует ход расследования одесских событий 2 мая 2014 года, когда в здании профсоюзов и на Куликовом поле погибли 48 человек. Своё право на достойную пенсию требуют и военные пенсионеры. Повысить её с 1 января им пообещали ещё в прошлом году, но первый месяц 2018 заканчивается, а денег нет. Когда будут пересчитывать выплаты, разбирались наши корреспонденты. Возле входа во дворец офицеров в Староконстантинове Хмельницкой области собрались военные пенсионеры. Даже нет 400 пенсий. Больше половины пенсий забирают тепловик и коммунальные. Генералов нет, зато есть полковники, майоры. Многим уже за 60 и по четверть века военного стажа в Афганистане и других горячих точках. Требуют справедливого пересчёта пенсии, которого не проводили с 2012 года. Пенсии повисали пенсии, а военных 542 тысячи украинцев, военных офицеров и прапорщиков остались за бортом. Уряд поднял зарплату действующим военнослужащим не постановой Кабинета Министра, а приказом Министра Обороны. И, используя эту бюрократическую зачипку, они не дали справку в пенсийный фонд и не провели по рахунку пенсию военнослужащих. Это прямое порушение нормативных документов самого уряда. Поэтому наша фракция обратилась к Генеральному прокурору с запитом, чтобы была надана соответствующая оценка правоохранителями деятельности уряда. Мы пошли в суд и дали заявку в суд на уряд, чтобы он перераховал пенсии и выплату военнослужащих. Повышение пенсии на 62% – это полторы тысячи гривен в среднем для более полумиллиона военных пенсионеров обещали в прошлом году. Специально для этого в бюджет планировали заложить около 12 миллиардов гривен. Но чтобы повысить выплаты, нужно принять отдельный закон, говорят в правительстве. Лидер АПО Блока утверждает, это не совсем так. Не нужно никаких законов, потому что все нормативные документы и так есть. Есть постановка Кабинета Министра, есть закон 92-го года. Все нормативные документы для того, чтобы перераховать пенсию, они есть. И уряд, не выполняющий их, порушивает власные нормативные документы. Бюджет ничего не заложено, кроме того, больше того. Заложили бюджет на пенсии на 15 миллионов, даже меньше, чем в предыдущем году. И я думаю, что это будет пустая обещанка уряда, они ее не выполняют. Юрий Бойко надеется, что повышение пенсии военным удастся добиться в суде. Решения служителей Фемиды ожидают в феврале. Павлина Василенко, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Полицейский конвейер. Львовские копы организовали небольшой взяточный бизнес на двоих. Что они продавали и почем, расскажет Галина Якушко. Две тысячи долларов капитан полиции Василий Тымчишин требовал у матери одного из подозреваемых. Взамен обещал не начинать уголовное производство о мошенничестве сына. Еще один полицейский майор Руслан Панчишин. Четыре тысячи гривен вымогал у мужчины за закрытие производства кражи. Правоохранители назначили одно и то же место встречи ночью. Приехали на одной машине. Сначала получили деньги от женщины, потом от мужчины. Суммы разделили пополам. Грошовые деньги в сумме фактически тысячи долларов США, двумя траншами по 700 и 300 долларов уже вымогачам передала. Решта суммы, они дали ей час на сбирание грошовых денег. Полицейских задержали сотрудники военной прокуратуры, каждого возле своего дома. Было выявлено предмет неправомерной выгоды. В частности, в каждом из них была часть указанной неправомерной выгоды, которая в ходе проведения следственных, невыкладных следственных действий была вылечена. На данный момент они отримаются, зрители том числового отримания, в постановительском районе полиции. Завтра полицейским будут избирать меры пресечения. Прокуроры настаивают на аресте. В органах оба подозреваемых проработали около 10 лет. От исполнения обязанностей их пока не отстранили. Кто еще причастен к схеме и знал ли об этом начальство, сейчас выясняют. Ихня роль, ихний контроль, все будет заявлено. По результатам, соответственно, мы будем иметь результат служебного расследования, который покажет, что не виноват, безконтрольность и другие моменты. За получение неправомерной выгоды капитану и майору грозит до 8 лет тюрьмы. Галина Якошко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Ситуация на заводе по переработке сои в Новой Каховке до сих пор не изменилась. Неизвестные продолжают находиться на территории предприятия, исполняя роль охраны, хотя это и не мешает производственному процессу. Напомню, на прошлой неделе на территорию завода прибыл из столицы следователь Генеральной прокуратуры в сопровождении группы людей в Балаклавах. И вот сегодня мы получили правовую оценку его действий. Все подробности в материале. Абсурдная ситуация по якобы смене охраны на заводе по переработке сои длится уже около недели. Поменять квалифицированных секьюрити на людей в растянутых спортивных штанах, кроссовках, балаклавах и с палками в руках решил прокурор главного следственного управления Генпрокуратуры Александр Буковчаник. Судебные тяжбы с бывшим собственником, который утратил предприятие из-за миллионных долгов перед банком, длятся уже не один год. На днях под предлогом провести осмотр предприятия как вещественного доказательства Буковчаник посодействовал введению на территории завода неизвестных людей, которые по договору должны убирать снег, а не предоставлять охранные услуги. И хотя предприятие по факту продолжает работать без перебоев и с выполнением плана, молодчики спортивной внешности продолжают шататься по комбинату и территории завода, ведут себя неадекватно, порой агрессивно. Есть решение судов, и в последнее время Генеральная прокуратура, видимо, точнее, отдельные должностные лица Генеральной прокуратуры решили взять на себя функции судов и не ждать, пока суды рассмотрят тот или иной спор, а быстро принять самостоятельное какое-то решение, кто является собственником и кто должен владеть этим заводом. Ознакомившись с последними решениями суда, Иляшев считает, прокурор превысил свои полномочия. По судебному решению следователь имел право провести осмотр, но не более. По факту Буковчаник, не имея на то судебного ходатайства, решил действовать самостоятельно. Рождается еще документ следователя, который решает вопрос, признать этот завод вещественным доказательством и поручает бывшим собственникам это вещественное доказательство хранить. То есть фактически забирает у одних и передает другим. При этом такое изъятие передачи происходит не в судебном порядке, не суд решает спор и одной своей подписью меняет лицо, которое, собственно, владеет этим заводом. Соответственно, провоцируя всех на силовое решение вопросов, показывая всем, что зачем ждать решения судов, что решения судов можно игнорировать. На такие действия прокурор мог пойти, не исключая юристы, имея личный интерес в этом судебном процессе. Ну, учитывая еще и поездки на самостоятельные в такую даль, при очень большой загрузке генеральной прокуратуры, ну, есть сомнения в его незангажированности, его беспристрастности и исключительно правовом подходе к решению этого вопроса. Думаю, тоже это будет предметом анализа и изучения. Вот такую характеристику событиям дают известные юристы. В свою очередь мы ожидаем комментарий от Генпрокуратуры о правомерности процессуальных действий прокурора Александра Буковчаника. Мы дальше продолжаем следить за развитием событий на предприятии. Александр Васильевиченко, Василий Миновщуков. Подробности специально из Херсонской области. Проверим всех. Одесская полиция опровергла слухи об охоте на авто с евро-номерами. Говорят, останавливают без оглядки на номер, чтобы снизить количество ДТП и уровень преступности в целом. Изучают документы водителя, могут проверить, нет ли в багажнике наркотиков или оружия. А таможенники и пограничники нужны на случай, если у машины иностранная регистрация, ведь только они имеют право проверить, законно ли авто находится в Украине. В полиции напомнили, что автомобилями с евро-номерами часто пользуются преступники. Дефицитная профессия. В Днепре катастрофически не хватает дворников. Это стало особенно заметно во время снегопадов. Город заметает, и пройти по тротуару или просто выйти из дома – настоящая проблема. Почему никто не хочет убирать снег, разбиралась Елена Миндалюк. Почти сутки Днепр засыпает снегом в центре города. Не пройти, не приехать. На тротуарах выросли сугробы, и пробираться по ним – настоящая проблема. Пешеходно, если честно, то практически нигде не убирается, не посыпается. Везде скользко. Во дворах ситуация не лучше. Дойти до подъезда можно только по узким дорожкам, которые протоптали сами люди. Мало того, под снегом слой льда. Из-за этого машины буксуют, а жители изо всех сил стараются не упасть. Вот сейчас здесь, скажу, не прочищено. Таких много? Что вы можете стоить? Таких, наверное, да. Наверное, все. Чтобы хоть как-то расчистить снег, дворник Елена Кайнер приступает к работе в 5 утра. Достаем ведро вот и вручную вот так вот. Бывает замерзла посыпка, приходится разбивать ее, потому что посыпка завозится в разное время, в разном состоянии. Ежедневно женщина убирает три двора, плюс прилегающие участки. Работа, говорит, тяжелая, поэтому желающих немного. В Днепре дворников катастрофически не хватает, признаются и чиновники. Из необходимых двух тысяч работает только 800 человек. По факту они получают около 4 тысяч, 3 800-4 тысячи на руки чистыми. Будут они получать чуть больше, то есть около 5 тысяч гривен чистыми на руки. За счет, скажем так, тех вакансий, которые есть, которые можно дворникам оплатить. Но даже 5 тысячами гривен людей в дворники не заманить. Деньги небольшие, а работа тяжелая и непрестижная. Поэтому найти желающих сложно, говорят в департаменте. Вот только страдают от этого обычные жители, которым советуют брать в руки лопаты и расчищать снег самостоятельно. Елена Мадалюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Дональд Трамп все-таки собрался в Великобританию. Американский президент, наконец, определился с датой своего визита. Это произойдет в начале октября. Как отреагировали в Лондоне и чего ждать Трампу? С подробностями из британской столицы. В Лондоне уже началась бурная подготовка к визиту американского президента. Правда, совершенно не такая, как хотелось бы Трампу. Тут в первую очередь готовят самую большую акцию протеста в британской истории. Митинговать начнут уже со следующего месяца. На первый в этом году пикет против Трампа уже записались более 20 тысяч человек. Среди них много политиков и звезд. А по данным соцопроса, около двух миллионов британцев готовы выходить на митинги, если президент США приедет с государственным визитом. Но глава Белого дома и слышать не хочет, что может кому-то не нравится. Он уверен, что британцы его обожают. Я уверен, что я очень популярен в Великобритании. Давайте не будем спешить с выводами. Но почему я в это верю? Действительно верю. Я получаю столько писем из Великобритании от своих фанатов. Они обожают мое чувство безопасности. Те вещи, о которых я говорю, очень много вещей. В этом году Трамп собирается приехать дважды с государственным и рабочим визитами. Государственный предусматривает официальный прием и банкету Ее Величества. А вот что касается свадьбы принца Гарри в мае, то президент сообщил, что приглашение пока не получал. Уже как минимум трижды визит американского лидера срывался. И все из-за опасений массовых протестов. Британцы очень остро реагируют на сексизм и расизм Дональда Трампа. В частности, на антимусульманские высказывания и запреты. Но откладывать дальше уже некуда. Приглашение посетить Лондон президент Соединенных Штатов получил еще год назад. И британскому правительству уже пришлось его пролонгировать еще на год. В свете Брексита здесь очень заинтересованы поддерживать хорошие отношения с Америкой. После выхода из ЕС Лондону придется по-новому договариваться со Штатами по поводу очень многих вопросов. В том числе и торговли. Так что ссориться с обидчивым президентом в правительстве не намерены. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Карлос Пучдемон готовится ко второму сроку. Уже завтра каталонский парламент должен решить, кто станет следующим президентом автономии. И наибольшая поддержка именно у Пучдемона. Но сначала ему нужно приехать в Барселону. Что его там ждет? Президентское кресло или арест? Расскажет Елена Абрамович. Присутствие кандидатов на голосование обязательно. Так решил Конституционный суд Испании на этих выходных. О виде конференции не может быть и речи. А если Пучдемон все же решится приехать, его сразу арестуют. Подчеркнули в Мадриде. Если спикер парламента выберет другого человека, который не связан с каким-либо судебным процессом, или на которого нет ордера на арест, то избирательная сессия сможет продолжаться. По крайней мере до тех пор, пока не будут возникать проблемы в вопросах правосудия. Такая позиция неприемлема, заявил глава каталонского парламента. Испанское правительство не оспаривает решения со стороны каталонского парламента. Они бросают вызов голосованию миллионов людей, воле парламентариев. И в конечном итоге они бросают вызов функционированию демократической системы. Именно к спикеру парламента за помощью обратился Карлес Пучдемон. В понедельник утром он направил ему письмо, в котором настаивал. По регламенту на него распространяется парламентский иммунитет, что позволяет предотвратить арест. И попросил обеспечить безопасность. Политологи называют эту ситуацию тупиковой. Если парламентская сессия, которая состоится завтра, будет заблокирована, или кандидат не появится, или стороны не найдут альтернативу, а суды заблокируют выборы господина Пучдемона, мы рискуем пойти на повторные выборы. Но лично я считаю, что перевыборы не решат проблему. Выборы нового каталонского президента запланированы на завтра. Во второй половине дня. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейский бюро телеканала Интер. В тупик со старта в Германии завершился первый раунд коалиционных переговоров между христианскими демократами и эсдеками. Что мешает им понять друг друга, узнаем от Татьяны Лагуновой. Миграционная политика была главной темой парламентских выборов в Германии и осталась главной темой коалиционного процесса после них. С поиска компромисса по этому вопросу христианские демократы и эсдеки начали переговоры. И сразу же на старте споткнулись. Особых проблем ничто не предвещало. Еще на предварительных так называемых зондирующих переговорах стороны договорились принимать не более 220 тысяч беженцев в год и ограничили воссоединение семей не более тысячи человек в месяц. Но эсдеки вдруг передумали, а почему не больше? Дескать, в этом вопросе нельзя все измерять цифрами. Нужен индивидуальный, более человечный подход. На этой неделе переговоры по вопросу воссоединения семей будут продолжены. И я надеюсь, что нам удастся найти компромисс. Христианские демократы отвечают, они бы рады принять всех, но Германия не резиновая. Когда мы говорим о воссоединении семей, то должны не забывать об интеграционном потенциале, о возможностях наших городов и поселков. Искать компромисс поручили рабочим группам и установили срок до конца недели. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Как разместить на восьми квадратах полноценную квартиру? В какой номинации шутили над Трампом на церемонии Грэмми? И можно ли провести ЛГБТ-фестиваль в стране, где однополые отношения под запретом? Обо всем этом прямо сейчас. Три в одном. Итальянский дизайнер создал функциональное жилье площадью 8 квадратных метров. В этой крохотной комнатке помещается кухня, спальня и даже ванная. Все благодаря компактной мебели, которая обмонтирована в стены. Ее легко раскладывать и складывать, когда нужно. Домик многофункциональный, подобно раскладному ножу, поэтому его и назвали швейцарским. Стоит такой почти 50 тысяч долларов. Книга о Трампе в эфире церемонии награждения Грэмми. Артисты сняли шуточный ролик, в котором показали кастинг выдуманной номинации «Лучшая устная речь». Исполнители читали куски из недавно изданной книги Майкла Волфа «Огонь и ярость в коридорах Белого дома Трампа». Певцы Snoop Dogg, Джон Ледженд, Шер и другие цитировали отрывки об американском президенте, его привычках и стиле жизни. Но никто не справился с заданием так хорошо, как бывшая соперница Трампа Хиллари Клинтон, которая тоже снялась в ролике. Южнокорейская олимпийская команда по хоккею отпраздновала день рождения коллеги из КНДР. Именинницу поздравили тортом и цветами, а потом устроили совместный ужин. 12 девушек-хоккеисток из Северной Кореи будут участвовать в зимних олимпийских играх вместе с южнокорейской командой. Они договорились идти под единым флагом и надеть одинаковую форму. Это впервые за два года Сеул и Пьяньян официально сели за стол переговоров. Традиционные соревнования лучников в Малайзии. Полтысячи стрелков со всего мира приехали в городок Сариминанти, чтобы продемонстрировать свои умения. В поле под городом для них обустроили специальную площадку с препятствиями. Мужчины и женщины соревновались в стрельбе по дальним и даже движущимся мишеням в форме животных. Большинство из них были одеты в национальные костюмы воинов. Говорят, приехали обменяться опытом и укрепить дружбу. Это все новости на сегодня. Легкой вам недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова